Всем привет, с вами Костя Фест. И знаете, так как автомобили у меня не совсем новые, и наверняка у большинства населения нашей страны, может быть у 30% как минимум, автомобили не очень новые. Но бывают такие моменты, просто жидчайшие. Но дело не в том, что новые или старые автомобили, дело в том, что изнашиваются детали, ничего с этим не поделать. Так вот, у меня сгорел отопительный вентилятор. Как это работает? Никак, срабатывает датчик, и тепло просто не идет, а идет, похоже, какой-то холод. И я просто заказал по номенклатуре себе подобный вентилятор, вставил его туда. На самом деле ограничилось это не только вентилятором. Во-первых, не оригинал, он был неподходящий. А во-вторых, у меня прогорел в итоге провод. Но вентилятор, кстати, тоже хреново работал. Когда его подключили, из него постоянно шел дым. Это заменить, заменить. Главное, не забывайте еще позвонить. На момент прозвания у меня все работало. Будем менять салонный отопитель вентилятора. Ну, так просто называется. И, прежде чем, мое видео стерлось чудесным образом. Я показывал, как я снимал ящик, и как добирался до фильтра. Сейчас я в укороченном варианте покажу, потому что уже вентилятор снят. Это все здесь, под местом, где хранится ваш вещевой ящичек. Я пытался его максимально снять и вытащил две длинных заглушки. Но под заглушками оказалось то, что он стал более разборный. И можно проникнуть дальше. Здесь я меняю фильтр. Воздушный. Именно воздушный фильтр. Чтобы снять и без точки обконтачить, я должен был залезть вот в эту дырку под плоскостью. Не открутить все, лишь три болтика. Сам вентилятор, он оба, выглядит вот так. Возможно, он не подойдет, хотя по своей структуре диаметром он подходит этой частью. А эта часть у него выше на 2 см. Я думаю, надо пробовать и, если что, менять на старом. Брать сюда, устанавливать лопасти и пробовать запускать. В машине очень холодно. С сыром без этого не работает даже печка и сплошные сквозняки. А у нас лето и каждый день плюс 8, плюс 12.